Добрый день, коллеги и друзья! Сегодня мы с вами находимся в Орловской области, Свердловский район, в хозяйстве Букина Алексея Станиславовича. Со мной рядом как раз находится глава хозяйства, Алексей. День добрый! Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, вот недавно приобрели у нас опрыскиватель ОП белорусской компании Римком. Как показал вообще себя этот опрыскиватель в работе? Ну и пару своих впечатлений. Покупкой я своей очень доволен. Можно сказать, я давно мечтал о таком опрыскивателе, систему гидравлики и стабилизации штанги. Вот, уже я обработал где-то порядка 1000 гектар, не единственной поломки. Вот, что я хотел заметить по нём, что мне понравилось очень. Вот этот штангий узел. Как мы, фермеры, все стараемся что-нибудь поближе объехать, цепляемся, часть эта складывается и сама возвращается назад. Мне очень понравилась система. Вот. Узнать цену на аналогичный товар вы можете, перейдя на наш сайт, ссылка на сайт в описании под этим видео. Понравилась ещё гидросистема. Гидроамортизатор, да. Гидроамортизатор, да. Вот эту вот часть тоже великолепно себя показал. Где есть неровности. Вот. Опять же, опрыскатель заказывал у ребят на три тонны. Очень доволен. Большой это объём. Ну да, один раз заправил и соответственно. Да, да. И соответственно, опрыскатель с компьютером. Ага. Ну а компьютер, он помогает в работе? Да, очень. Потому что всё под рукой. Всё устанавливается в норму внесения жидкости. Всё с помощью тумпера. Так что... То есть, ну и складывание, соответственно, происходит из кабины, да. И складывание всё из кабины. Всё гидравлическое, так что... Ага. Ну а вот эти нюансы по защите, опять же, форсунок. Тоже, согласитесь, да, немаловажная роль? Всё, всё. И стараюсь. У меня все кусты вот уже проверены. Ничего. Всё. Всё родовое. Всё. Ага. Хотел бы такое... Внимание. Новый. В кругом стоят тавотики. Всё проспристовано. Не просто там помазано. Всё проспристовано идеально. Всё шпильки. Всё промазано солидолом. Всё просто великолепно. Я понял. Ну а по поводу... Почему именно эту модель? Почему именно этого производителя выбрали? Что вот, скажем так, глянулось? Может быть, штанга, конструкция там или какие-то другие моменты? Или видели, может, у кого-то такой опрыскиватель? Ну, увидели, ребята, и цена-качество мне понравилась. Ценовая категория мне... Хозяйство небольшое. Так что... То, что нужно, скажем так, да? Да, я вообще доволен. Просто... Я понял. Система есть и для смешивания... Ну, смешивания ядов, миксеров. Удобно залазить на самоопрыскиватели. Так что сделано всё для людей. Я понял. Ну и отлично. Агрегатируете вы его с трактором МТЗ-80, да? 82, да. Хватает мощности всё? Вообще, даже за глаза, да. То есть, какой-то мощный трактор для работы с этимопрыскивателем не требуется. Алексей, ну, хотелось бы ещё узнать, что отметить. Если вдруг возникнут какие-то неисправности, поломки, вы знаете, что вы всегда можете нам позвонить. Наша инженерная служба отреагирует, приедет, устранит. Ну, и также какие-то расходные материалы всегда на складах нашей компании. Поэтому проблем... Да, службу приехали, настроили, всё великолепно, всё работает. Просто... Нет слов. Вообще, я вот искренне говорю, я доволен просто таким аппаратом. Спасибо за столь откровенный и развернутый отзыв. Всегда будем готовы к дальнейшему сотрудничеству. Поэтому милости просим. Всё. Спасибо вам. Спасибо вам. На что также хочется обратить внимание по этому опрыскивателю. Ну, прежде всего, это поворотное дышло. То есть, преимущества какие? Опрыскиватель более манёвренный. Он идёт вслед за трактором. Нет изгиба карданного вала. То есть, что предотвращает его от поломок. То есть, это неоспоримое преимущество и плюс данного опрыскивателя. Дальше, если посмотреть. Вот из всех мелочей складывается и общее впечатление. Элементарно ко всему можно добраться. Всё под руками. Опять же, в этой комплектации есть дополнительный бак для воды. То есть, если объёма трёх кубов не хватает. Здесь ещё есть запас. Миксер, соответственно, стоит внутри форсунка. Заливаем яды. Переключаем кран. Всё смешивается быстро и жидкость уже попадает непосредственно в бочку. Данный опрыскиватель оснащён системой самозаправки. Есть гофрорукав. Всё запитано от насоса производительностью 209 литров. Это итальянский насос компании «Иммобилипомп». Мембранно-поршневой, который не боится грязной воды, каких-то засорённостей. Ну, и которые показали себя очень и очень с хорошей стороны. Если говорить о системе подъёма штанги, то здесь применена система параллелограмма. То есть, в чём преимущество? За счёт этой системы происходит меньше нагрузка на заднюю ось. Соответственно, колебания намного лучше гасятся. Также установлены два амортизатора, которые препятствуют раскачиванию штанги на неровных полях. Опять же, мелочь, но приятно. В местах трения на металлических профильных трубах установлены такие пластинки, чтобы предотвращать протирание и преждевременный выход из строя штанги опрыскивателя. Штанга поднимается при помощи двух гидроцилиндров, в отличие от конкурентов. Высота подъёма штанги 2 метра 10 сантиметров. Опускается до 50 сантиметров. Что это даёт? Это даёт возможность обрабатывать посевы на разных стадиях вегетации. Без повреждений опять же. Узнать цену на аналогичный товар вы можете, перейдя на наш сайт, ссылка на сайт в описании под этим видео. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, и вы будете первыми получать новую полезную информацию о сельхозтехнике. Ну а у меня всё. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok